Как вы думаете, существуют ли не обучаемые люди? Попадались ли вам талантливые, но очень упрямые, неуправляемые ученики? Бывали ли случаи, когда ученик уходил? Да, бывали. Как вы справляете ситуацией непослушания? Удавалось ли вырулить процесс в позитивное и созидательное русло? Что для этого вы делали как наставник? Известно, что бесплатно не ценится. Тем не менее, в каких случаях и в каких пределах наставник все-таки может позволить себе помогать ученику бесплатно, без вреда для своей репутации и положения на рынке? Он на зарплату не работает, он дворник, понимаете, сколько он может зарабатывать? Себя еле обеспечит. Этот парень накопил 5-6 месяцев деньги, чтобы прийти на мою консультацию. Видите, когда человек хочет, он ищет решение. Здравствуйте, дорогие друзья! Поприветствую вас из города Джалалабада. Хочу отвечать на несколько вопросов, которые к нам пришли. По наставничеству и так далее. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Кто нуждается этим ответом, с удовольствием мы готовы отвечать на ваши вопросы. Под рубрикой есть график нашей тренинги и где адреса, где можно купить наши книги. Следующий вопрос. Как вы думаете, существуют ли необучаемые люди? Чем они отличаются от остальных? Какую надежду вы можете дать им? Полно таких людей. К сожалению, есть такие люди, которые много необучаемых. Знаете, самое интересное. Есть те, которые учатся, читают, но ничего не делают. А есть люди, которые ты говоришь, говоришь, они кивают головой, не учатся. Оба категория относятся необучаемые люди. Понимаете, сегодня я встретил одного человека, прямо сегодня. И он мне говорит, 7 лет читаю книги, 7 лет делаю конспекции, но у меня нет никакого результата. Видите, он застрялся. Он думает, что чем больше читать, якобы у него получится. Видите, читать маловато, особенно когда для касаться денег, надо и теория, и практику надо объединить. Он всю жизнь привык на оклад, у него беднее мышление, до сих пор он на этом уровне стоит. Он говорит, 7 лет я уже читаю и так далее. Но если 7 лет он практиковал бы хотя бы по чуть-чуть, половина, 10% из того, что он читал, если он практиковал бы, за 7 лет он мог бы стать финансово свободным человеком. Поэтому есть необучаемые люди, к сожалению, есть. Это те люди, которые не верят в знания, это те люди, которые игнорируют знания, это те люди, которые читают, что они все на белом свете знают, даже от брачной ночи, скажем, обычного муха или там не знаю, какого-то нескомого, до самого ракету, как запускать в космос. Но почему-то они бедно живут, к сожалению, но так. Всезнающий один Аллах, больше нету. Всезнающий один только Всевышний. Другого нету. Мы все люди с недостатками, у нас есть много минусов и так далее. Следующий. Господин Давлатов. Попадались ли вам талантливые, но очень упрямые, неуправляемые ученики? Как проходили их обучения? Что мешало им учиться у вас? Бывали ли случаи, когда ученик уходил? Да, бывали. Попали ли ко мне такие талантливые, упрямые ученики? Да, бывало. Несколько раз бывало. К сожалению, вот именно такие талантливые много, которые упрямые. Что им мешает учиться? Им не хватает духовного интеллекта. Им мешает учиться их гордине и высокомерии. Но они такие талантливые. Черт побери, посмотришь на них, думаешь, если он учился бы далеко, пошел бы. Два-три дня назад в Москве одна с меня пара пришла ко мне. Жена плакала. Жена плакала, сказала, что четыре года назад или пять лет назад у нас даже денег не было нормально на еду. Она из Кыргызстана, из Секула. Она сказала, что муж работал в России. Иногда отправляли тысячи рублей, иногда три тысячи рублей. И о чем можно купить на две тысячи или три тысячи? Как получаю, бух нету. Как получаю, бух нету. Муж работал там черным работником в России. А жена тут из Секулия. Она говорит, что я болела. И даже этот ребенок заболел. И я ходила, денег не было лечить. И те медсестры попросили, чтобы они вдоль лечили нас. И они, дай Аллах им здоровья, чтобы тогда они делали этого. Но она нечаяния столкнулась в Ютубе, в ваших роликах и так далее. И я начала смотреть потихонечку, братьям, сестрам, рекомендовать родителям. Потом сама начала читать, слушать ваши ролики. Потом я нашла ваши книги, почитала книги. Потом отправляю мужу. С мужем начали читать. После вашей книги мы поняли, что черным работником не будем работать. Муж стал водителем и начал заниматься грузопровозом. Потом со временем заработал, купил себе машину. И начал возить грузы, разные грузы и так далее. А потом постепенно говорит, вот полгода назад, она говорит, вот полгода назад мы побывали к вам на тренинг. И вот вы рассказывали, как строить бизнес, как начать бизнес. И мы пришли, муж понял, как должно быть. И начали купить еще три машины, и у нас теперь сейчас четыре машины. Мы сейчас занимаемся грузопровозом. То есть проводим грузы и так провозом. И вот получается так, что в дальний момент зарабатываем от 400 до 500 до 600 тысяч рублей в месяц. И мы вам очень благодарны. Она плакала, когда выявляли эту благодарность. Она искренне поблагодарила меня. Она просто сказала, мы даже не знаем, как быть дальше. Вот теперь послушайте внимательно. Глядя на это искренне их благодарность ко мне, я посмотрел, как им помогло мои знания. Я им рекомендовал идти дальше учиться. Я им сказал, в дальний момент у вас компания есть? Они сказали нет. Потом я спросил, в дальний момент у вас юридическая организация есть? Они сказали нет. В дальний момент, как вы этой машине управляете? Он сказал, что там его братишка и братишка жени, родственник того и так далее. Я им сказал, ребята, так это временно. У вас не будет так бизнес. У вас компания не появится. Это все будет временно работать. Я им так и сказал. Это все будет работать временно. А вам нужна компания. Потом я им рекомендовал, идите на мой мастер-класс. Да, он платный. Но идите на этот мастер-класс. Я вижу, что вы, ребята, которые трудитесь, я помогу вам. И сначала знания приобретайте, чтобы я видел, что вы учитесь. Если я вижу, что вы приобрели знания, которые я даю, тогда я вам с удовольствием помогу построить хорошую транспортную компанию. У меня есть несколько учеников, которые из нуля поднимали транспортную компанию. Один из моих учеников, компания АТАСУ в Казахстане, свой собственный терминал имеет. В свое время я его индивидуально обучал. Его совет директоров индивидуально обучал. Селеными днями. 10 лет назад, в 2009 году. Сейчас думаю, что 40-45% вся грузоперевоз, начиная с ЖД-перевозкой, авиаперевозкой, транспортной перевозкой. Рынок Казахстана принадлежит эту компанию. Я уверен в этом. Потому что эта компания, миллиардная компания стала. Несколько, понимаете, очень богатые компании. В этом году самый лучший журнал Forbes опубликовал хозяин эту компанию, Марату, нашему ученику, как лучший предприниматель года среди транспортных компаний. Лучший бизнесмен года. Forbes опубликовал. Понимаете, что я хочу вам сказать. Я этим ребятам рекомендовал. Идите просто учитесь на мой мастер-класс и так далее. Я вам помогу дальше построить хорошую компанию. И потом я сказал, если вижу этого, я вам помогу. А как вы думаете, они пошли учились? Нет. Потому что, оказывается, они пошли домой. Мужчины ругались и сказали, что нет, не будем топить и десять. Потому что они думали, что за это же надо платить. Наверное, они думали, что как будто я хочу у них деньги, брат. Иногда у людей такие, нехватка мышлений просто. Нехватка богатей мышлений. Возможно, они пошли, либо он посоветовался со своим друзьям, родственникам, знакомым. Они, наверное, ему сказали, что ой, это все там, конечно, это он зарабатывает за счет тебя, поэтому так говорит. Но я вижу, что у него есть талант. Я могу его научить, супер успех добиться. Понимаете? Два вещь мешают таким людям, которые талантливы, но упрямы. Два вещь им мешают. Первая вещь – нехватка духовного интеллекта. Упрямство. У них есть одна нехватка духовного интеллекта. Второе, что помещает им – беднее мышление. Беднее мышление ограничить их сознание. Понимаете? Беднее мышление. Точно так же, два дня назад, три дня назад, в Москве тоже другой парень подошел ко мне. И мне говорят, магазин у меня забирает. И так далее. Хотят продавать. Все мой доход, говорят, через этот магазин. Я не могу его купить и так далее. Но у меня денег нет. У меня кредит. Я ему сказал, иди на мастер-класс, учись, я тебе покажу, как это делать. Потому что я знал, что если он побывает на мой мастер-класс, там тема, из которой я научу, как это сделать. А он пошел на этот тренинг? Нет, он не пошел. Он считал, что, наверное, это ему не нужно. Вот так иногда людям говоришь, как делать правильно, но они не делают. Они считают, что якобы это им дорого. Они считают, что якобы им расход. А потом итоги потеряют бизнес, итоги потеряют намного больше. Намного больше страдают потом. Что мешало им учиться у вас? Бывали ли случаи, когда ученик уходил? Да, у меня тоже уходили ученики. У меня есть ученик, который от меня уходил. Сейчас он со мной партнер в одном моем бизнесе, правда. Но он уходил от меня. Он попросил, чтобы уйти. Я сказал, хорошо. Я вернули ему деньги. Он ушел. Два-три раза у меня ученики. Два-три человека ушли от меня. И оба все они ушли по разным причинам. Один из них читал, что один из них, он недоволен всегда. Он всему недоволен. Он просто попросил на другие мои учебы бесплатно. Я ему не разрешал. А за счет этого он обиделся. А потом начал через несколько месяцев, начали возврат просить деньги. Я сказал, ну ладно, давай забери. И я ему вернул. Другой мой ученик, который от меня уходил, он работал-работал. И мне приходит, мне говорит, наставник, я понял, понял, говорит, мне надо что-то крупное, что-то большое. Поэтому, говорит, наверное, это не мое. Я говорю, хорошо, ради Бога. Но мы остались очень хорошими друзьями и так далее. Он ходит ко мне, общается и так далее. Были еще один раз случаи, когда от меня парень уходил. Он, оказывается, думал, что это произошло за счет непонимания. Непонимание в том, что он думал, что как будто, если он мой ученик, я обязан инвестировать деньги в его бизнес. Он, оказывается, мы когда анализировали, и я ему сказал, вот я помогу тебе построить ферму. Он, оказывается, думал, что я ему деньги дам, чтобы построить ферму. А я ему показал, как это делать. Когда он пришел ко мне, у него было небольшое, где-то 40 баранов, 10-12 коров. Он из Кучкар, из Секуля. И у него это вот такой был. И потом, по окончании, через год, посвящая мои тренинги и так далее, у него была, соответственно, небольшая ферма, но он не считал, что это уровень роста у него. У него была семья, у него была компания развивалась, но он не считал, что это рост, потому что он, оказывается, ожидал, что я должен был деньги вложить в него или с ним постоянно сидеть индивидуально, только с ним работать. Извини, если ты считаешь, что я тебе деньги вложил, и я тебе должен всю жизнь потратить на тебя, ты глубоко ошибаешься. Конфуция говорит так. Обучай того человека, который, если ты про одного угла, угля, угол, про одного угла объяснили ему, он остальные три угла сам додумывается. Я раньше об этом не знал. Когда я начал Конфуцию читать, вы представьте, несколько тысяч лет до нашей эры Конфуция с этим столкнулся. Поэтому он об этом говорит. Поэтому это нормальное явление, ребята. Раньше, в самом начале я обижался, на себя обижался, что значит, что-то я не мог отдать им. Что-то они, почему я не мог их удовлетворить. Значит, я что-то не то делал. Как у меня, почему так получилось? Я иногда злился на себя. Но потом со временем я начал понимать, нет, это не так. Это такие люди тоже. От пророков люди уходили. Кто я такой? Люди игнорировали пророков. Понимаете, они были избранные. Они говорили слова Божие. А кто я такой? Так что это, наверное, естественно. Через это надо проходить просто. Как вы справляете ситуацию непослушания? Удавалось ли вырулить процесс в позитивное и созидательное русло? Что для этого вы делали как наставник? Да, бывали случаи, что ученик меня не послушал. Я говорю, делай одно, он идет делать совсем другое. У меня бывало. У меня два ученика так делали. Одна, скорее, из них ученица. Два мои ученица вместе начали технику продавать. Две мои ученицы вместе начали технику продавать в городе Бишкеке. Они технику начали на рассрочках продавать, оба. Но они не послушали меня. Они на место того, чтобы делать, как я говорю, они делали по-своему. Каждый раз приходили ко мне, слушали, что надо делать, но пошли, не знаю потом, с кем они соватились, я так и не понял. Но делали по-своему. В конце концов, они расстались, в конце концов, даже я им помогал, даже инвестировал в них даже в тот момент. И потом получилось, что они расстались между собой. В конце концов, один из них начал мне хайд везде и про меня плохо говорить, что якобы я ничему не научился. Хотя, когда она была из Джалалабада, когда она встретилась со мной, она зарабатывала 200 долларов. Но когда начала у меня учиться, она зарабатывала 600 тысяч сом. Это более 10 тысяч и 15 тысяч долларов. Понимаете? А потом бросили, они расстались между собой, с ней. Они не делали то, что я обучал. Вообще не делали то, что я обучал. Делали по-своему. Вот прошло 3-4 года, они до сих пор по-своему делают. Есть такие ученики, якобы, вот так. Но я что делаю? Я просто наберу терпение и жду. Я чуть-чуть даю знания ученику и отправляю его. Потом держу его так, посмотрю, что он делает. А если вижу, что он чуть-чуть делал, потом еще покажу. А если вижу, что он не ценит мои знания, не практикует мои знания, ему все равно, что я обучаю, я постараюсь от такого ученика подальше держаться. Потому что это бесполезный ученик. Я не хочу свою жизнь потратить на таких людей. Поэтому моя жизнь, она ограничена. Я очень хочу его потратить на тех учеников, с которыми можно просветать. С которыми, понимаете, я наставник, я тоже нуждаюсь вдохновениями. Я человек. Но я когда получаю вдохновение? Когда вижу результат своих учеников. Понимаете? Это самая важная вещь для меня. Результат моих учеников. Я работаю ради их результат. Я не работаю просто ради их денег. Я деньги и так, и так в своих бизнесах зарабатываю. Я просто очень вижу, что через ученики я могу принести этому миру тысячу раз больше пользы, если я только занимался бы своими бизнесами. Поэтому для наставника важен результат его учеников. Меня это вдохновляет. Вот. Следующий вопрос, дорогие мои. Известно, что бесплатно не ценится. Тем не менее, в каких случаях и в каких пределах наставник все-таки может позволить себе помогать ученику бесплатно. Без вреда для своей репутации и положения на рынке. Я всегда обучаю часто людей, которые не способны платить, бесплатно обучаю. Всегда делаю этого. Есть люди, которые не могут платить. Они инвалиды. Понимаете? Я им обучаю бесплатно. Иногда делаю просто благотворительные курсы. Я в прошлом году обучал 10 тысяч человек в Таджикистане бесплатно. Вы понимаете, это сколько? Протяжении 5 лет мы обучали кыргызстанцев бесплатно каждую субботу. Стабильно каждую субботу моя школа в протяжении 5 лет. Даже может быть 7 лет даже. С 2010-2011 год по 2015-2016 год. Каждую субботу бесплатно мы обучали. Сейчас во многих городах Казахстана и так далее мои ученики бесплатно обучают. Каждую субботу мы уйдем в благотворительные тренинги для того, чтобы большее количество людям помогать. Так надо делать. Понимаете? Если видеть, что человек инвалид, я его бесплатно обучаю. Если видеть, что человек много в долгах не может платить, тоже 1 час плотишь, 2 остальные часа я бесплатно облачу. 2 часа, 3 часа. Почему? Потому что он что-то должен платить. За глупость же он платил, банки проценты же он платит. За еду же он идет, платит. Пусть за мозги тоже чуть-чуть платят, чтобы снил. Он немножко должен платить. Даже если он куча в долгах, я говорю. Вот платишь за 1 час, 2 час тебя обучаю. Почему? Он должен что-то платить. Иначе он не будет практиковать, чему ты его обучаешь, чего ты его говоришь. Понимаете? Когда человек хочет, он найдет. Когда человеку важно это, он найдет. понимаете недавно у меня было случаем неделю назад ну три-четыре дня назад москве 3-4 назад у меня было москве случае один парень оказывается ноябрь или октябрь месяц или декабрь и вот в 18 года он начал оказывается ютюбе посмотреть мои ролики он сам туркмень из узбекистана у нас посмотреть несколько мои ролики и это парень дворником работает у него не он на зарплаты не работы он дворник понимаете сколько может зарабатывать себя еле обеспечит это парень накопил 5-6 месяц деньги чтобы прийти на мою консультацию видите когда человек хочет он ищет решение а есть бизнесмен который работает торгует он говорит денег не на консультации есть люди которые нормальной жизни живут они читают что на тренинг у них денег нет да это чушь собачьи то вранье понимаете просто значит для тебя это не сценно вот видите это парень дворником работа накопили на мою часовую консультацию за час моего консультации люди платят мне на данный момент 500 долларов возможно через год будут тысячи долларов и две тысячи будут платить сейчас мне платят за час консультация 500 долларов чтобы я показали им как надо делать что надо делать как исправить эту ситуацию и так далее я помогаю я реально сижу и помогаю и показываю как это делать поэтому вот вот такая картина поэтому мы обучаем всегда нуждающимся людей которые реально нуждаются вот им по постараемся помогать бесплатно дорогие друзья ставьте лайк под на это рубрика рекомендуйте своим знакомым друзьям наши канал пишите в комментариях свои добрые имени или вели ваши опыт ваши случаи как виде примере как было у вас и так далее но не критикуйте друг друга не сорте между собой только обогащайте знаниями друг друга вот что больше всего мы должны делать с вами ставьте лайк рекомендуйте своим друзьям своим знакомым наши канал к вашим услугам своему роду обладать очень рад с вами все еще и помогать больше конечства людям